всем большой большой привет огромный привет и монтируя видео мне тут вдруг внезапно дошло что я вам показала 5 лоточков а вот этот шестой мелькнул только в самом самом первом видео в самом начале я сообщила что я его уже полила поэтому доставать я его не буду и конечно же он благополучно не попал в видео итак показываю это у меня такой вот лоточек моих кабаньеров это те которые не пострадали от архитариума которые у меня достаточно давненько и те которые у меня растут в нормальном режиме квест риса вот смотрите у нас тут намечается два цветуна очень красивых один прям расстарался на два цветоноса они вот такие лошадочки с вот такими листищами вот такими корнями пауками так в основном видите все в больших горшках и эти горшки заполнены корнями так вот там лучше то растет так вот кстати по нему сейчас покажу смотрите видите вот есть деформация на листьях это произошло от того что он попал в орхидариум как раз вот этот лист роз и ему дело не пошло видите и я вовремя скажем так опомнилась и сшила его оттуда доставать потому что ему совсем было нехорошо и он меньше всего видите пострадал и вот у него уже новые листья корни замечательные два листа нижних я на днях почистила они пожелтели и тут активно пошли новые корешки так такой красавчик вот красавица урея от люк посмотрите она не была в орхидариуме где глянцевые листья кенни плотные упругие класс и вот они два цветоноса о кстати вот начала снимать вот идет пыбка полезла ветви цветонос что ли собрался еще в общем бомба вот этот красавчик он не был на он не был в орхидариуме такой вот конь у меня есть этот красавчик пыль видно вот этот лист с ним он переезжал из орхидариума и из-за того что увеличилась полив на и влажность у корней и приток влаги скажем так увеличился вот такой лист получился ведь он лопался вот такие появились бугры вот но новый лист уже нормальный растет корни у него остались к счастью хорошие он тоже достаточно быстро покинул орхидариум альбенсис так этот не так давно у меня все таки тут не все старички это у меня вот такая церрулейка немножко у него грустят листья это нормально хотя ну вот и не и немножко мягенькие но тургор все равно сохраняют и эти форму держат нижние самые нет нижние тоже слушай все упругие все упругие вот это только на совсем печальный но это нормально вон корни растут привет ой чудо-юдо кстати вот смотрите у одних есть нету дырочек да я не делала у других он есть хотя вот тут вот полный горшок корней но все равно дырки сделал потому что мне не нравилось он для меня сильно медленно просыхал а вот этого я даже пересадила из-за такого обычного горшка без дырок вот такой с дырками и ему там лучше он тоже почему-то вот такая особенность он не так быстро просыхал как мне хотелось в этом горшке он себя чувствует гораздо лучше в плане просушек вот смотрите какую грузу то кустище кстати вот опять таки видите да куст вроде бы вот этот и вот этот в принципе ну такие равносильные и равнозначные но тот сидит в таком огромном горшке а этот сидит в горшке по высоте гораздо поменьше хотя у него вот и корни хорошие да он они растут вот он такой тоже счастливый ребенок просто поленом сисеквестер с отшвертер очень красивый но я выбираю горшок по размеру корневой то есть вот этот он подошел по размеру корневой по его форме именно вот этот горшочек и больше ему не надо поэтому вот он он сидит вот здесь я их никогда не сажаю на вырост не люблю я сажать на вырост на вырост я могу себе позволить только котлеи когда вот я вижу что новый рост и она затянет на все корнями и тону опять-таки понятие на вырост должно быть растяжимое даже не на три размера больше так а вот это очень классный я себе это дубль который я себе купила у меня в орхидаре уме цвел поленопсис эквестрис пинг он у меня жив есть отходит и с такой же биркой того же поставщика если я прикупила вот такой уж крупного большого дядьку у нас он там и лист идет и корни растут у нас все круто и я надеюсь что будет такое же красивое розовое цветение обалденное так вот вот такие у меня еще эквестрисы недопоказаны вот такая у меня красота не могла и про них не доснимать вот такие баски-кабаски кстати вот хочу сказать некоторые расстраиваются что листья иногда понятное дело когда листья начинают расти меньше чем были это плохо но если вы меняете условия например на лучшее освещение и у вас внезапно листья вырастают чуть меньше чем были раньше и сохраняют уже вот этот размер поменьше постоянный это нормально то есть это означает что они стали получать света больше чем получали и им не нужна уже такая большая лопухастая листовая пластина и они ее делают вот того размера который нужен чтобы поглощать достаточно света это нормально это такой механизм есть у всех растений не только в орхидеи точно так же как смена окраски листьев на когда много хорошего солнышка у нас получается загар когда слишком сильный пересвет листья становятся бледно такие зеленые ближе к желтому когда сильно мало света они темнеют с таким чем темно-темно зелеными то есть и по этой окраске мы собственно понимаем что происходит с растением да то есть если у вас листья у растут все больше и больше вы рады но при этом вы присмотритесь и поймете что они очень темно зеленые а предыдущие листья были светлее то не надо радоваться вам не хватает цветов растения просто да плюс но не забываем надо читать всегда смотреть разным мы говорим об орхидеях орхидеям свойствен разный цвет листьев то есть если мы вот вспомним но смотрим да на эквестерис и он такой вот зеленый средний зеленый хотя вот есть виды которых в описании листья идут оливковые и еще но надо смотреть разница еще иногда есть от варитетов то есть например у pink у розеи у такого насыщенного фиолетового или розового цветка листья могут быть темнее изначально насыщение чем например у альбовых форм а может и не быть могут быть ровного цвета то есть но тут зависит надо знать скажем так а я сейчас стою вспоминаю вот если мы возьмем мой гибрид stone dance желтый если мы возьмем вот у меня белина то там очень светло зеленые такие листья у эквестерисов гораздо темнее то есть да я все клоню клоню к тому виду что надо отталкиваться того какие изначально цвет листьев должен быть именно у этой орхидеи у этого там вида сорта и уже тогда вы понимаете будет пересвет есть пересвет нету пересвета да то есть не надо думать что если например вот у эквестериса такие листья поставим рядом моего stone dance и там такие светлые светлые что бедный stone dance ему же вот такой пересвет такой пересвет или бедный эквестерис ему не хватает света нет там как бы изначально разный цвет у листьев так но это я опять отвлеклась рассказы и объяснения а начала я это к тому что у меня у некоторых эквестерисов листья которые уже росли в новых условиях под новыми лампами у меня там еще рядом светоотражатели стоят по стенкам где растут эквестерисы я увеличила количество света я это померила своим да на телефоне люксометром но в общем то я для себя подбирала эту программку я взяла лампу которая я знала спецификации и отмерила разными программами люксометра показатели и выбрала тот который был ближе всего то есть такое более качественно отображал и опять-таки мне не надо было точно вы знаете точно вот вымерить прям до грамма до миллиметра все показатели мне надо было иметь общее представление о том ну лучше светит не лучше светит где сколько света кого куда лучше ставить то есть для этого такого вот общей картины чтобы нарисовать что-то в голове вот это мне хватает на лады про глюксометром вот то опять-таки замерив ним же показатели у меня сейчас свет гораздо улучшился по сравнению с тем что было и я заметила что то листовая пластина стала чуть поменьше вот но цвет сохраняется и вот опять таки показываю до два новых листа которые с новым светом выросли и видите они одинаковые в размере и этот еще растет да ну то есть он чуть-чуть догонит он чуть чуть меньше чем вот этот вот тут та же история да они выросли чуть меньше но они одинаковые и по цвету я вижу что достаточно всего растению вот и клоню к тому что не расстраивайтесь да вот так бывает если ты не знаешь что боже у вас все плохо вот это лист со старым освещением ведь ему пришлось быть побольше этот снова вот но чаще всего листу длине не столько удлиняется чаще он начинает расти вширь вот но и удлиняется конечно тоже может вот так в общем и показала и немножко уже другого рассказала как говорится но утопила ну вот мои две огромные ожидалки очень очень их жду класс и теперь уже точно я показала все 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 свои эквестерисы которые у меня есть на данный момент всем огромное при по огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с друзьями заходите на страничку фб в группу фб про эквестерисы в instagram кому удобнее instagram все это в описании к видео обязательно будут ссылки и все солнечные дней пышных цветений пока пока